Привет, YouTube! Меня зовут Артём Сивак и сегодня я отвечу вам на вечный вопрос В чём отличие между синтезатором и цифровым пианино? А также бонусом я расскажу, чем всё это отличается от виде клавиатуры Присаживайтесь поудобнее, наливайте чайку и давайте разбираться в этом Итак, существует в принципе три таких огромных категории Это цифровые пианино, синтезаторы и миди-клавиатуры Первая категория это миди-клавиатуры Немного пыльные, но обычно они всегда пыльные, потому что на них никто не играет А всё почему? Потому что внутри них нет ничего абсолютно, они пустые Это то же самое, что ваша мышка или клавиатура для компьютера, для ПК Служат они чаще всего для удобства записи музыки через компьютер То есть без компьютера эта штуковина не работает Конечно же в каждом жанре есть исключения Есть миди-клавиатуры со встроенными какими-то звуками Но давайте сейчас говорить в целом, чтобы не терять время и не запутывать вас лишний раз Различия в них в количестве клавиш, в форм-факторе То есть они бывают поменьше, побольше На них бывает большее число контроллеров, ручек, пэдов и так далее Их берут обычно для того, чтобы было просто удобно записывать музыку на компьютере Вы берёте вот эту штуковину, подсоединяете её через миди-выход к компьютеру На компьютере устанавливается какую-то программу для записи Программа для записи называется секвенсор Допустим это Reaper, Cubase или много-много ещё других программ И путём нажатия на эти клавиши в компьютере вы уже записываете свои мелодии Если вы хотите просто записывать свою музыку, берите их, не переплачивайте Цена таких устройств начинается от 7000 рублей, поэтому очень доступно Взяли с собой его на природу, взяли свой красивый ПК на Windows 98 И начинаете нажимать клавиши и записывать красивые мелодии Также в комплекте обычно идёт какой-нибудь софт, какая-нибудь программа, как раз-таки тот секвенсор И в комплекте идёт миди-кабель для подключения вот этого устройства к компьютеру И хочу сразу сказать, что сейчас любой инструмент подключается как миди-клавиатура Синтезаторы, пианино, всё что угодно, у каждого есть выход для компьютера То есть купив какой-нибудь синтезатор, либо цифровое пианино Вы тоже можете использовать его как миди-клавиатуру, как вот эту штуку Смысл именно этой штуки, миди-клавиатуры, заключается в том, что они компактные Они обычно стоят намного дешевле, чем какие-нибудь там синтезаторы Но и далеко не всем нужно именно 88 тяжеленных деревянных молоточковых клавиш Переходим к следующему классу Синтезаторы Синтезаторы тоже между собой различаются Более дешёвые синтезаторы, до 17 тысяч рублей примерно, имеют неактивную клавиатуру Это на самом деле очень плохо Почему? Смотрите Вот этот синтезатор имеет неактивную клавиатуру Я хочу нажать Нежно, очень нежно хочу нажать Очень проникновенно сыграть эту ноту Нажимаю А он бьёт прям тебя под дых Опять-таки, может быть я хочу наоборот сильно сыграть Тихо Сильно Тихо Сильно Короче, никакой разницы, абсолютно никакой То есть как вы не нажимаете, звук всегда одинаковый Всегда громкий Как вы знаете, вообще смысл фортепиано Переводится как тише-громче Или громче-тише Смысл в том заключается, чтобы играть как раз таки тише-громче Тем самым акцентируя Иначе пропадает динамика, никакой краски И, наверное, никакое музыкальное произведение вас вообще не тронет Если играть таким образом Да? Нежно играю сейчас Пытаюсь нежно Ах, чёрт! Ничего не удаётся Это неактивная клавиатура Синтезатор с неактивной клавиатурой Начинается где-то от нуля До 16 примерно тысяч рублей Такие синтезаторы берут чаще всего вообще для детей Буквально от 5 лет до 45 лет Ну, где-то такой разброс примерно Тем не менее, функционал, в принципе, очень большой Тоже есть тембры дополнительные Есть аккомпанементы, есть стили И есть синтезаторы с активной клавиатурой Начиная от 16 тысяч рублей Это просто пропасть Между ними не вот такое маленькое пространство Между ними глобальная просто бездна какая-то В чём разница? Смотрите Здесь я хочу играть нежно-тихо Играет Громче-громче Вот она Вот он весь смысл музыки То, что вы можете играть динамически, красиво Смотрите Та же самая кризис, которая уже всех достала, я знаю Но пример хороший Вот Ну, совсем другое дело Тоже и дополнительные тембры Именно вот на этом инструменте Их здесь написано 600 тонов дополнительных То есть здесь есть ритмы, аккомпанементы Все дела, даже пич-бенд есть Ещё важный момент Сейчас мы посмотрели миди-клавиатуры Синтезаторы У них у всех пластиковая клавиатура Она лёгкая Она Совершенно Не как настоящая То есть это, конечно, не музыкальная школа По классу фортепиано Но если у вас профильный предмет Или просто вы как-то хотите распеваться Для распева, кстати, идеально для вокалистов То есть основной упор именно в категории синтезаторов Идёт на многообразие ритмов Каких-то тембров дополнительных Дудок, гитар, органов и так далее Но здесь никак не про то, чтобы получать реальные ощущения Как от игры на настоящем инструменте На настоящем фортепиано Мы с вами разобрали миди-клавиатуры Мы с вами посмотрели синтезаторы С активной клавиатурой и неактивной клавиатурой Которые дешевле И, наверное, кстати, если интересно Можно снять отдельный обзор Именно более углубленно В чём смысл синтезаторов Покопаться, посмотреть, какие функции у них есть Если интересно, пишите в комментариях Ставьте лайки, как обычно Спасибо большое Ну а мы переходим к следующей категории И сейчас будет самый глобальный ответ В чём разница между синтезатором и цифровым пианино Давайте посмотрим Собственно, синтезатор и цифровое пианино Я думаю, что разница очевидна И даже можно про неё не говорить И, кстати, забыл сказать Что в синтезаторах чаще всего Идёт неполноформатная клавиатура Количество клавиш обычно меньше, чем 88 И, естественно, они пластиковые В синтезаторах С цифровых пианино G Их 88 Они взвешенные И очень приятные на ощупь Молоточковый называется эта технология Молоточковый механизм Вот так вот Роунд любезно предоставил часть себя Чтобы я показал более подробно В чём заключается именно молоточковый механизм А против каждой клавиши есть какой-то грузик Как раз для того, чтобы клавиши были тяжёлые Там уже бьёт она в сенсор Вместо струны Но ощущения максимально приближенные К настоящему пианино То есть, чтобы на этом инструменте Можно было заниматься По классу фортепиано Чтобы после него Пересаживаясь за уже большой инструмент Который стоит у вас там В академии Где-нибудь в училище Или где-то ещё Вы испытывали те же самые ощущения Чтобы не было такого Чтобы учили произведение на этом инструменте Клавиши лёгкие Никаких усилий вы не прилагаете особо Нажимаете Потом пересаживаете за настоящий инструмент И понимаете, что здесь совершенно-совершенно Другие ощущения Давайте послушаем Совсем другое дело Ну и как вы слышите Что именно основной упор Здесь сделан На реалистичность звучания И ощущения Чтобы инструмент был Максимально Настоящий Такие инструменты Начинаются в принципе От 33 тысяч рублей И кстати говоря Обзор на эти инструменты До 40 тысяч рублей Я уже снял Можете посмотреть Вот здесь по ссылке Кому интересно Ну так же их отличает глобально То, что конечно В синтезаторе больше аккомпанементов Больше всяких дополнительных стилей Дудок Здесь конечно обычно поменьше Ну именно в этом инструменте 35 Там какой-нибудь вибрафон То есть в чем мысль Если вы идете заниматься Именно по классу фортепиано С педагогом Или в учебное заведение То есть нацельно Серьезно Играть на пианино Или если вы хотите получать Приятные ощущения Играя опять-таки на инструменте Как на настоящем Пианино То безусловно Лучший выбор Это цифровое пианино Если же вы просто хотите В принципе Поиграть Побаловаться Для себя Либо У вас профильный предмет Это фортепиано А вы вокалист Или барабанщик Не дай бог Тогда конечно Можно в принципе И обойтись этим инструментом Но опять-таки Ощущения Немножко другие В жанре цифровых пианино Много своих нюансов У кого-то клавиатура Двухсенсорная Трехсенсорная Есть деревянная клавиатура Есть рояльного типа И так далее Но основной смысл Я думаю Ясен Миди клавиатура Это пустышка Для удобства записи На компьютере То есть без компьютера Эта штуковина не работает Стоит от 7000 рублей Дальше идут синтезаторы Синтезаторы с активной клавиатурой Или без активной клавиатуры И цифровые пианино Для каждой цели Для своих целей Есть свой какой-то инструмент И вам нужно понять свою цель Да Есть еще такая категория Как полувзвешенные На самом деле Я ее очень редко встречал По сути Это какой-то не то не сё Вроде как закос Под именно молоточку Настоящую Но нажимая ее Ощущение Что какая-то Все равно пластик Дешевый Но Немножко потяжелее Да То есть Немножко тяжелее Чем и синтезаторы Насколько я знаю Полувзвешенная Делается таким образом Что под каждую клавишу Под пластиковую клавишу Кладется грузик Приклеивается И таким способом Достигается Вот какая-то Как раз таки Достигается Вес клавиш Ну я таки говорю Очень редко встречал И в принципе Наверное Особо даже не стоит Об этом думать Ну что друзья Я надеюсь Мне удалось Ответить на этот Вечный вопрос Если видео понравилось Я надеюсь Что очень понравилось Ставьте лайки Подписки Всех люблю До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok